Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в проекте Joomla Sensei. Мы продолжаем с вами разбирать компонент форума Кунена, урок номер 68. Давайте займёмся категориями, то есть это неотъемлемая часть форума, это там где будут размещаться сообщения ваши и ваших пользователей. Вы можете использовать форум как вопрос-ответ, как просто техническая поддержка и так далее. То есть у нас по умолчанию, как вы поняли, есть уже при установке форума заготовленные разделы. Сейчас нам нужно их удалить и создать свои, посмотреть заодно как это делается. Давайте переходим в админку. Первая иконочка категории, это оно и есть. Переходим, кликаем и здесь есть главный раздел и две подкатегории. Мы вот здесь в верхней ставим чекбокс, чтобы выделить все и нажимаем на кнопку удалить. Категория у нас удаляется. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla! У нас появляется такая кнопка создать категорию, также она дублируется вот здесь в левом верхнем углу. Нажимаем создать категорию. При создании категории мы видим, у нас есть несколько вкладок. Давайте рассмотрим первое. Первое, нам нужно создать раздел, поэтому у нас родители здесь быть пока не может, мы ничего выбрать в списке не можем, потому что у нас ничего очень не создано. Имя. Возьмем просто для примера, например, у меня форум по Joomla. То есть я пишу Joomla. Написал Joomla. Псевдоним писать не нужно, заполняется автоматически. Опубликовано. Ставим, выбираем здесь опубликовано. Смотрите, иконки категории. Это у нас уже по умолчанию здесь такие папочки. В следующем, наверное, уроке я расскажу, как задать свои иконки. Плюс ниже есть CSS суффикс категории. Также я вам покажу, как менять здесь. Например, мы можем каждый раздел украсить какой-то цвет, чтобы они были отделены визуально друг от друга. Или может быть просто это сделать как элемент дизайна. В следующем уроке поговорим об этих двух полях. Дальше, описание категории. Смотрите, заголовок категории. Этот текст будет отображаться внутри категории. Он может быть с HTML тегами или ссылками. Ну, я написал тут консультант Федор. Дальше, смотрите, у нас имеются вкладочки разрешения категории. Опять же, смотрите, здесь пока мы не трогаем. Более будет глобальный урок об этом. Я вам покажу, как сделать уровни доступа. Например, не только для зарегистрированных пользователей, а, например, для клиентов. То есть, у вас будет скрытый раздел на форуме, который будут видеть только ваши клиенты. Как это сделать, обязательно я вам расскажу. То есть, самое простое можно сделать вот здесь вот уровень доступа. То есть, видят все. Сделал зарегистрированные. Этот раздел даже не будет видно обычным гостям сайта. Я рекомендую обычный форум делать. То есть, здесь ничего не менять, чтобы видели его все. Потому что мы в настройках в прошлом уроке задали, кто может писать на форуме, а кто нет. Следующая вкладка настройки категории. Ну, здесь у нас тоже самое. Идут подсказки. В принципе, здесь все понятно. Поэтому я сейчас быстренько пробегусь настрою так, как мне больше подходит. Закрытый. Нет. Предмодерируемый. Да. То есть, сначала сообщение не будет видно пока, модератор. То есть, вы не одобрите это сообщение. Разрешить анонимные сообщения? Нет. Ответ на сообщение по умолчанию зарегистрирован. Здесь, в принципе, стоять все как надо. Разрешить опроса? Нет. У нас это глобальный, как бы, раздел. Здесь не будет спаститься посты, как я предполагаю. У нас будет подраздел и уже, сейчас мы создадим там, где уже будут размещаться посты. Дальше. Отобразить настройки. Вкладочка. Здесь просто идет вид. Мы пока это не трогаем. В любой момент мы сможем здесь сделать, как нам нужно. Мы сначала должны создать раздел. Под него сделать две подкатегории. Видеть, как это выглядит на сайте, а потом уже вот здесь играться настройками и смотреть, как это будет отображаться. Настройка модерирования для этой категории. Модераторов у нас здесь нет. Здесь будет список модераторов, которые вы назначите к этому разделу. Об модераторах мы также будем разговаривать в следующих уроках. Давайте нажимаем на кнопку сохранить. Категория Joomla у нас сохранена. Если мы сейчас идем на сайт, обновляем страницу, видим наши категории, которые были удалены. В разделе нет категории. Это главный раздел. Мы назвали его Joomla. Вот описание подсвечивается. Теперь создаем подкатегории. Нажимаем сохранить и создать. Теперь у нас вот здесь родитель. Появляется список и у нас Joomla. Joomla главный вот этот раздел. Имя. Например, хочу, чтобы был раздел, например, компоненты Joomla. Состояние опубликовано. Ну и остальные настройки здесь у нас, в принципе, все то же самое. Ничего не трогаю. Нажимаю сохранить и создать. Выбираем опять родитель. То есть сейчас мы создаем следующее. Видно уже в списке у нас появляются компоненты Joomla. То есть мы можем внутренне еще вложенность сделать, если это нужно. Но у меня, я хочу сделать, значит, один раздел Joomla и, например, два подраздела. Две категории по-другому. Выбираю Joomla. Имя будет. Шаблоны Joomla. Опубликовано. Остальное пока не трогаем. Нажимаем сохранить. Идем на сайт. Обновляем страницу. И вот что мы видим. Раздел Joomla. Он просто у нас как бы как раздел идет. Дальше. Вот они идут категории. Компоненты Joomla. В скобках написано нет тем. И шаблон Joomla. То есть никто еще тут ничего не писал. Если зайдем, видно, что здесь ничего нет. Вот так вот у нас, в принципе, и начинается создание форума. Здесь есть такой крестик. Не бойтесь на него кликнуть. Это не удалит здесь ничего. Это просто сворачивает список. То есть мы можем обратно кликнуть. Появляется стрелочка разворачивания. Так же и здесь. Если форма очень большой, например, человек может у себя вот так вот скрыть то, что ему не нужно. Зайдем в админку. Если мы кликнем по категориям, мы здесь видим наши все категории. И всевозможные здесь параметры отображаются. Зайти в категорию можно просто кликнуть по названию категории или раздела. Для вас будет домашним заданием, чтобы закрепить информацию. Создайте пять разделов. И к каждому разделу минимально хотя бы по две категории. Как сейчас выглядит у меня. То есть один раздел Joomla и две категории. Компоненты Joomla, шаблон Joomla. Называйте там, как хотите их. Может быть, вы даже будете сразу делать на своем сайте рабочий форум, уже не тестируя, а ваше усмотрение. В общем, чтобы закрепить информацию, проделайте это. Надеюсь, для вас урок был полезным. Если это так, ставьте, пожалуйста, палец вверх и подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом я с с вами прощаюсь и увидимся с вами в следующем уроке. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены – мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok